Всем огромный привет! Вы находитесь на канале Секреты стиля и давайте же сегодня поговорим о женской красоте. Я пригласила на свой инстаграм трёх специалистов, психолога, танцевального хореографа, а также косметолога для того, чтобы ответить на все ваши вопросы. Сейчас у меня будет эфир к косметологам из Валенсии. Её зовут Виктория Агаркова. И она у нас проводит, организовывает очень интересные туры красоты в Испанию. Сейчас она нам более подробно про это расскажет, а также ответит на мои вопросы. В Санкт-Петербурге ранее Виктория у нас занималась косметологией аппаратной. Тоже очень интересно, кстати, нам узнать побольше о тебе. Расскажи нам, пожалуйста, побольше про вот этот проект «Туры в Испании». Потом я задам тебе вопросы, а также кадры знали, как всем остальным. Хорошо. Добрый день! Меня слышно? Всё нормально? Всё слышно прекрасно, Антон. Что такое «Туры красоты»? Это, казалось бы, такая вещь, вроде обычная, звучание обычное, а на самом деле это отдых индивидуальный для каждого персонально, придумано и продумано. Предлагаю курс аппаратных процедур. Мы этим занимаемся по утрам 2-3 часа в день, каждый день. Процедуры все разные, потому что, естественно, они должны быть по индивидуальному подходу, потому что кому-то, кого-то волнует тело больше, кого-то волнует лицо. Я живу конкретно в Пенискале. Это не совсем... Это валенсийское сообщество, это Валенсия считается, кому-нибудь да, от Валенсиана. Но это от Валенсии всё-таки на расстоянии стола к столу. Мне, пожалуйста, на карте точку, чтобы я могла посмотреть, куда их. Да, вот. И, конечно же, в общем-то, любая доступность. То есть у меня карта, так скажем, моих туров оказалась очень забавной. Это и Финляндия, это и Эстония, это и Россия, даже глубоко из глубинки России. Кто знает, где находится Иркутск, то это тоже понятно. Вот. В этом году... Ирина спрашивает, какие процедуры? Какие процедуры? Процедуры я занимаюсь как раз естественным омоложением вида лица, да. Это электромиостимуляция, это биомеханическая стимуляция, это вибровакуум-терапия, ну и спектр других процедур, да, которые я уже предлагаю индивидуально по программам. Так, девочки, мы не будем отвлекаться, всё нам подробно напишет Виктория в клубе, в Клуб Стельных Кисниц, там будет вся программа. И у меня есть страница, если кому хочется почитать отзывы, да, например, тех, кто уже посетил эти туры, то на страничке Клуб Эстетики в Фейсбуке там много чего написано. Давайте переходить к вопросам. Первый вопрос к тебе, Виктория, это что для тебя красота? Ну что такое? Скажу так, эталонов красоты вообще не существует. Вот, ну не существует, потому что, да, где-то поехав в джунгли, в африканское племя, и увидев с отвисшими губами и кольцами внутри вставными, да, это племя скажет, это наша самая красивая женщина, и любой европеец упадёт в обморок от такой красоты. Поэтому для меня понятия красоты не существует. Красота в моём понимании, да, вот что, вот нет эталона, но мне этот человек сегодня здесь и сейчас нравится, всё. Он для меня красив. Неважно, какие у него глаза, зубы, волосы, я комплект люблю. Ну вот так я, да, воспринимаю любого человека. Я не могу отдельно воспринимать его по запчастям, потому что вот общий организм – это планета. Человек – это планета, и мы либо с ним идём на одной орбите, либо мы расходимся в разные стороны, как антагонисты. Поэтому для меня красота, каждая женщина красива. Вот я вам хочу сказать, потому что через мои руки, да, прошло много женщин. И как раз вот они приходят с вот этим вопросом, ну нет, я не такая, я некрасивая. Я говорю, чушь собачья. Чушь собачья. Потому что не в том, что мы там поговорки знаем какие-то, нет. Женщина прекрасна. Любая. Так, девочки, учимся у Виктории дипломатии. Видите, как надо отвечать? Вот на этот вопрос вот правильно отвечать вот так. Все остальные ответы не принимают. Каждый воспринимает себя, да, потому что поверить в свою красоту – вот что важно. Потому что каждый из нас красиво, каждый из нас уникально. И другой такой нет. Поэтому как можно в себе быть, ну, как-то неуверенной. И то, что ты спрашивала у нашего первого участника, да, по поводу детства. И многие ведь проходят через дразнилки, через какие-то вот такие, через критику, да, в свой адрес. Любым подросткам необходимо говорить как с равным тебе, как с тем, что он представляет. Он должен свои страхи тебе рассказать. И когда он рассказывает эти страхи, ты дальше начинаешь ему говорить, что нет, это все фейк, как сейчас принято говорить. Потому что вот, вот, вот. Начинаешь рассказывать, человек начинает раскрываться. И любой подросток… Это правда. Лучше всего к подросткам относиться как к формировавшемуся взрослому человеку. Конечно. Не игнорировать их желания. И тогда они, естественно, будут вам доверять. Ну, это самое главное. Но, опять же, доверять и самому, и стараться вот не просто голословно сказать вот о серии, как это, не кури, да. Ну, курить мама будет там или папа будет, да. Да, вот я все-таки верю в то, что личным примером любой родитель может помочь своему ребенку реализоваться в будущем. Не будем про детей очень много сегодня, потому что сегодня про красоту. Про детей мы отдельно. Второй вопрос такой, что ты делаешь, чтобы поддерживать свою красоту? Какие процедуры, может, какое-то питание? Что ты именно делаешь, чтобы сохранить молодость на долгие годы? Ну, вот, как Ирина сказала в предыдущем интервью, она сказала, что вот танцы, балеты, и я с ней не то что соглашусь, я просто буду хлопать. Потому что я скажу так, я противник дикого спорта, да. Почему дикого? Потому что я вижу здесь, в Испании, люди, фанаты бега, они бегают, причем любых форматов. То есть они худенькие, большие, они бегают, а здесь температуры очень высокие. И они все равно бегают. И я иногда... Для сердца? Если после 40, мне кажется, для сердца... Я вообще считаю, как вот, скажем так, больше к медицине, что вообще наилучшее кардио – это ходьба и плавание. Это вот точно никому не повредит и не будет никаких осложнений после данных проектов. А танцы? А танцы как? Танцы – это уже не считается, как бы, видимо, спортом. То есть если я имею в виду осанка и танцы – это прям тождественно. То есть... И что еще хочу сказать, что наши женщины, вот ко мне, приходя на массаж, все время часто... Вот я к вам повернусь сейчас боком. И все время об этом вдове горбике говорят, да. Что вот здесь вот что-нибудь растет, вот тут вот мешает, разбейте, у меня остеохондроз и все прочее. А на самом деле, что это возможно предотвратить ровной осанкой. Но многие говорят, это невозможно. Возможно. Возможно и в 30, возможно и в 40. Именно вот эту часть, именно выправкой, вот балетной выправкой или же другие танцы. Я занимаюсь танцами фламенко. Да, и я считаю, что это тоже очень сильно помогает мне сохранить мою красоту. Потому что, знаете, тоже вот пример на пляже. Идут две женщины передо мной. И вот одна, как вот шарик, такая эластичная вся, как на шарнирах, красотка. И рядом идет дерево. Они, может быть, и ровесницы. Они, может быть, и ровесницы. Но ты 100% будешь думать. Одна молодая, вторая нет. Жестко, да, жестко. Но правда, я согласна. Походка имеет значение. Понимаете, я вот всем своим девочкам рекомендую, вот просто рекомендую, почаще смотреть на себя в зеркало. Я искренне хочу сказать, что думайте, когда вы кушаете, когда вы сидите, когда вы пишете, когда вы говорите, думайте, что вас снимает скрытая камера. Когда вы будете всегда чувствовать на себе взгляд со стороны, вам будет легче держать осанку в свободное, так скажем, от каких-то занятий время. И это важно. Можно дополнить немного. Дополнить, скажу, важный комментарий. Я, допустим, снимаю видео на YouTube, и я заметила сама, что это меня очень дисциплинирует. То есть я просматриваю свои старые видео. Ну, танцоры тоже так делают. Просматривают видео и исправляют какие-то ошибки, и дополняют хореографию. Это было более интересно. А вот как я начала снимать на YouTube, то я заметила, допустим, где-то на мне запинки, где-то на мне правильная осанка, где-то там у меня интонация неправильная, и я стала этим работать. Это очень помогает самого себя записывать на видео. Не хотите вы выкладывать кубичное пространство? Не надо. Самого себя записали на видео. И посмотреть на себя, это очень хорошо для нас. Я тоже читаю. Да, это важно. А что касается, допустим, каких процедур для лица, то да, я занимаюсь имею стимуляцией, сама себе клею электроды, скульптурирую лицо. Насколько это я могу себе это сделать и позволить, потому что я считаю, что не очень хорошо быть без сапог. Это не очень хорошая пословица. Я ее не люблю, и надо стараться по возможности максимально не соответствовать ей. Вот. Правильно, правильно. Это, это... Вот еще, что хотела сказать. Ирина говорит, я, говорит, не люблю косметику, не пользуюсь кремами. Я, конечно, здесь не очень соглашусь, потому что это как раз-таки моя тема. Ну да, я делаю кремы сама, да, делаю натуральные, да, я ими пользуюсь. Нет, она не так сказала. Она сказала, что не пользоваться такой любой косметикой, а лучше только самой дорогой и желательно натуральный. Вот так. Ну, возможно, я это не поняла, но тут момент по поводу дорогой, это тоже очень спорный момент. Я вам сейчас скажу, почему. Потому что, девочки, любой бренд – это 80% от стоимости. И берется только за имя. А потом уже, если вы имеете в виду брендовые вот эти косметологические линии, это уже дальше. И, как правило, мы доходим до того, что то, что у нас в баночке мы покупаем, оно где-то 5-10% от стоимости. Поэтому тут еще такой... Но бренды, они же имеют средства проводить эти все тесты, то есть долго тестировать. Дело не только в этом. Все равно деньги делают деньги, как и косметология, как и фармацевтика, как и все, что угодно. Нужно прекрасно понимать то, что ты делаешь. И наша главная задача – действительно нашу кожу держать в максимальном, так скажем, в максимальном как-то... Ну, тонусе – это мышцы мы держим, да. А кожу надо держать увлажненной, да, вот этот эпидермальный барьер. Поэтому тут можно... Те, кто не пользуются косметикой, можно использовать различные масла, различные домашние уходы, маски и так далее. И это тоже помогает. Потому что, в принципе, самый большой враг нашей кожи – это обезвоживание. Все остальное – это мышцы. Потому что мышцы склеены с кожей, и если мышцы будут обвисать, то тогда и потянут за собой кожу, и так далее, и тому подобное. Но самый, как говорится, момент – люди не знают даже, возможно, что у них с возрастом не только кожа уменьшается, а еще уменьшаются и кости. Они усыхают. И, соответственно, уменьшаясь в размерах тот же череп, да, у нас кожа-то, она в определенном платье, да, мы находимся, поэтому тут... Тут очень такая грань – не навреди себе. Поэтому, когда люди начинают заниматься интенсивно косметологией, которая сейчас впереди планеты всей, ну, что я могу, хочу сказать, это цеплят по осени считают. Я не противник любых процедур, но пусть делают те, кто хочет себе это. Я действительно тоже за натуральное старение. Как бы это ни банально звучало, все мы там будем, никто этого не избежит. Поэтому пусть допросят меня те, кто хочет и в 70 быть без морщин. Ну, нет, нет, конечно, мы не защищены от старения биологического, да, но защищать всегда и кожу тоже, от солнца, допустим, котостарение есть у нас, увлажение также важно. Конечно, Лан, Лан, я просто хочу сказать, что все равно котостарение, он генетический в первую очередь. И, понимаешь, каждый воспринимает старение от того места, где он проживает. Действительно, этнически очень зависит момент старения, потому что, например, скандинавы совершенно стареют по другому типу, чем южане. И точно так же японцы, азиаты и все остальные люди, они вообще по разным признакам стареют. Поэтому равняться на какой-то эталон невозможно. Главное... Я заметила, допустим, я сейчас переехала из Норвегии, и здесь намного больше солнца. То есть я сейчас усиленно покупаю за счету 50 минимум, 50 кг солнца, потому что здесь во Франции вот просто выйти на улицу, я обгорю, я буду краской. Просто выйти, даже весной. Очень много солнца. Пишет нам Рина, а рак, то очень быстро стареет. Ну, не что же там солнце, но солнце. Но там же, понимаете, все равно это генетически еще плюс к этому. Потому что, например, даже не все зависит от солнца напрямую. То есть это, ну, настолько сложная тема, и тема старения, она по разным признакам бывает. И по разным... И то, кстати, вот то, что она говорила о пении, да, и о как раз оживательной мышце, которую часто всего там очень сильно зажимает эта мышца, то есть как она подтягивает. И что получается? У женщины молодой всегда есть угол, вот здесь у челюсти. А у взрослой, когда эта челюсть, в смысле мышца начинает тянуть наверх, она как бы делает вот такой треугольник. И очень много женщин, можно заметить, которые после пластической хирургии, именно вот, в смысле, вот практически вот эта косточка уходит. А в миостимуляции, это как раз... Вот здесь ногеры прилепливаете на шкоч, как же, да, я видела, натягиваете... Это уже уловки макияжа, это уловки уже макияжа, это уловки макияжа, это немножко другое. Я просто хочу сказать, что вот эту мышцу, если расслабить и опустить, то тогда не будут образовываться вот здесь брыли. Если же человек стареет по типу, что у него сильно поднимается челюсть, подбородок выходит вперёд, образуется вот такая вот, знаете, вот лицо бабки-ёжки, когда крючковатый нос, но при этом и подбородок начинает смотреться, как бы зубы проваливаются внутрь, и получается вот такая вот бабусечка, да, вот это вот. Но у таких бабусечек никогда не бывает брылей. Ну, у меня другое дело, мне это не грозит, у меня наоборот. Лана, я в принципе о том, что люди даже в черепе по-разному стареют, кости по-разному двигаются. Согласна, согласна. Поэтому говорить о каком-то аспекте, да, аспекте о том, что вот мы все будем старые, мы все будем молодые, это невозможно. Цифры тоже назвать невозможно. Мы можем только себя поддержать. И да, продукты внутрь, да, я тоже использую БАДы, я кушаю именно то, что считаю нужным и советуюсь с врачами, потому что обязательно нужно смотреть свои тенденции. Если это проблемы с почками, это одно, если это там кардиосистема, это другое, дыхательное, третье, то есть нельзя вот так вот, я возьму и витамины буду жевать каждый день. Ну, это тоже. Подходы. Пишут, часто пишут на канале, что вот у меня гормональный фон нарушен, я никогда не похудею. Это правда? Дело вот в чем, не совсем так. Гормональный фон нарушен, это, скорее, больше всего люди, как оправдывают свое ничего не делание. это имеет место быть. Тут надо понимать, но все дело в том, очень часто, называя какой-то диагноз, мы начинаем лениться. То есть, ну, типа, ну, что же я теперь могу сделать? Могу. Да, абсолютно согласна, потому что, вот, к примеру, я начала челлендж приседаний в клубе, и мне люди написали, что или гормональный фон, или мне нельзя приседать, или там еще что-то, да, нашли очень много причин. Притом, у меня варикоз, у меня варикозное расширение вен, я приседаю каждый день. Я просто потом ложусь на пол, поднимаю ноги вверх, и лежу, и у меня потом не болят ноги, когда я не приседаю, у меня к вечеру отекают ноги, вот реально, и вены вылазят. Это, это, это то, что ты делаешь, это ты делаешь лимфодренаж. Вот все, что я могу сказать, это прямой лимфодренаж. Мне скажут, что мне тогда делать? Ладно, подожди, сейчас тут Ирина, вот я смотрю, вот какие-то вот у нее есть комментарии, и что касается, что это не жир при обмене веществ, ой, при гормональный фон, да, когда меняется, она еденная, это тоже в том числе. Я вам хочу сказать, что есть такой момент у женщины, как точка Ж, не в плане вот той точки Ж, да, о которой все знают, а точка отсчета, когда до какого-то момента, не буду называть сейчас специально этот возраст, не буду называть, потому что он очень сильно двигается, так скажем, шкала возраста тоже индивидуально. И поэтому, смысл в чем, что у человека, у женщины, замедляется обмен веществ, в первую очередь, и он замедляется у нее резко, практически в два раза. И вот смотри, в прошлый году, я, например, захотела похудеть, я села на диетку, и опаньки, пять килограмм, как с куста, я сбросила, и все хорошо, значит, и в следующем году я сделаю так же. Но вот наступило время Ч, и она сделала следующую диетку в том же году, в следующем, да, и не сработало, и все, и о ужас, а все потому, что когда замедляется обмен веществ, мы должны сократить количество потребляемой пищи. Мы не нуждаемся в таких объемах еды. Пока ребенок растет, ему нужна еда, потом опять же мы уменьшаем порции, но, как правило, мы не замечаем, когда эта точка Ж наступает, точка Ч, хорошо назовем ее так. И поэтому мы начинаем просто есть так, как и раньше, да, то есть мы питаемся, и начинается откладываться у нас, если мы не ведем активный образ жизни, если не двигаемся, то есть ничего не делаем, ни массаж не включаем в какие-то наши программы отдыха. Это да. Ну, это вы же помогают, тоже я знаю, допустим, если человек худеет, сокращает объем пищи, к примеру, но все равно не может похудеть, он начинает витамин С, к примеру, и калиум, и каль... Нет, я не буду сейчас об этом говорить, это сложно. Тут надо смотреть, знаешь, и анамнез, то есть человек с какими проблемами, ЖКТ, какая проблема там, мочеполовой системы, то же самое, там гормоны могут быть, здесь гормоны... То есть это невозможно. Мы говорим сейчас в принципе, в целом, так вот, разводя руками по воздуху. Про питание, про чистки, про бады. Давайте сегодня... Ко мне вот приезжают, да, вот на туре красоты, мы занимаемся тем, что думаем, что мы будем кушать, да, там, спали ли это, морепродукты ли это, то, сё, пятое, десятое, естественно, прогулки. Я люблю пешие прогулки, рекомендую. У нас, у меня тут варианты какие, можно и по плоскости поравнение ходить, парк натураль есть, есть горы, пожалуйста, полтора часа в гору, тоже можно пошуршать. То есть, я сопровождаю, помогаю эти нагрузки преодолеть. Естественно, с вами себя держу в тонусе. Это мне очень помогает. Я вижу бассейна. Договор был, что мы в саду возле бассейна видим эфир. Что такое? Где приглашено у нас комникацию? Дело в том, почему не у бассейна, потому что у меня есть соседи, у которых есть собачки, потом они завели овечку, потом у них есть курочки, и если вы будете весь этот хор чудной живности слушать, то, я думаю, устанут люди. Я поняла. У меня сейчас как раз сосед кончил, вот он стрыг у нас траву, такой шум был, и сейчас он как раз закончил предэфиром. А я думаю, господи, как нам повезло сегодня. Так, тебе вопрос. Самое интересное, это как ты относишься к эстетике в повседневности. Важна ли для тебя эстетика и красота в твоем лайфстайле, в образе жизни? Да, да. Я люблю макияжи, я люблю выходить в макияжи. Да, для меня это важно. Это аспект моего внутреннего состояния, потому что, честно вам скажу, это дополнительный массаж. Любая кисточка, которая касается ваших век, делает вам лимфодренажный массаж. Девочки, не забывайте, это очень полезно, помимо того, что красиво. А красиво научиться, я тоже могу вам помочь в этом. Ну, отлично, мы уже собираемся ехать, вот мы приедем, и расскажешь нам потом на месте. Сейчас будет у меня шляпа загадочная, в которой она бросала каверзные вопросы, которые мы боимся обычно задавать. Потому что никому не обидно, тут перемешало все, и вот тебе остались твои, что уже остальные все вытянуло. Ну, все, значит. Твои три вопроса, не знаю что. Что все уже как... Так. Колола ли уколы ботокса? Ботокса. Нет. Нет? Нет. Гиалуронки. А? Гиалуроновая кислота тоже не колола. Нет. Молодец. Так, это мне нравится. У меня нет ни одной инъекции на лице. Ни одной. Так, мы познакомились, что ты вела эфир, я помню, на Фейсбук, и ты рассказывала, что не любишь вот эти процедуры, ну, не доверяешь, что аппарат... Нет, не в плане, недоверия. Боже упаси, я еще раз хочу сказать мое личное мнение. Если можно обойтись без этого другим способом, я предпочитаю обойтись. Я поэтому к тебе и хочу приехать. Я не хочу уколы, я хочу... Молодец. По-другому. Так, следующий вопрос. Исправляла ли ты недостатки внешности хирургическим путем? Нить и всякие. Нет. Нет. Хорошо. Ну, последний вопрос. Вот, он интересный. К тебе идут гости, да? И вот они собираются к тебе и такие думают, чтобы нам купить такое, или вино, или свежие цветы, или какую-то хорошую книгу. Вот что они... Насколько они тебя очень хорошо знают, это твоя подружка, идет с мужем. Вот что они тебе купят? Что они выбрали? Ну, стандартный пакет в Испании это вино. Поэтому тут даже сложно что-то обсуждать. То есть вино без вариантов? Книги не будет? У меня есть одна подруга, кстати, которая занимается... Ой, любит читать. И она мне дарит книги. И вот Машенька это просто вот лучик света в этом плане. Она здесь живет рядышком в соседнем городе. И поэтому я хочу сказать, просто мало людей, которые... ну, здесь будут интересоваться книгами. Испания это не та страна. Вопрос. Самое интересное это как ты относишься к эстетике в повседневности? Важна ли для тебя эстетика и красота в твоем лайфстайл, в образе жизни? Да, да. Я люблю макияжи. Я люблю выходить в макияжи. Да, для меня это важно. Это аспект моего внутреннего состояния. Потому что, честно вам скажу, это дополнительный массаж. Любая кисточка, которая касается ваших век, делает вам лимфодренажный массаж. Девочки, не забывайте, это очень полезно. Помимо того, что красиво. А красиво научиться, я тоже могу вам помочь в этом. Ну, отлично. Мы уже собираемся ехать. Вот мы приедем, и расскажешь нам потом на месте. Сейчас будет у меня шляпа загадочная, в которой набросала кадрерные вопросы, которые мы боимся обычно задавать. Потому что никому не обидно, тут перемешало все. И вот тебе остались твои, что уже остальные все вытянуло. Ну, все, значит. Твои три вопроса. Не знаю, что. Что все уже как... Так. Колола ли уколы ботокса? Ботокса. Нет. Ботокса. Нет? Нет. Гиалуронки. А? Гиалуроновая кислота тоже не колола. Молодец. Так, это мне нравится. У меня нет ни одной инъекции на лице. Ни одной. Так, мы познакомились, что ты вела эфир, я помню, на Фейсбук, и ты рассказывала, что не любишь вот эти процедуры, ну, не доверяешь. Нет. Не в плане недоверия. Боже упаси. Я еще раз хочу сказать. Мое личное мнение. Если можно обойтись без этого другим способом, я предпочитаю обойтись. Я поэтому к тебе и хочу приехать. Я не хочу укола, я хочу молодиться. По-другому. Так, следующий вопрос. Исправляла ли ты недостатки внешности хирургическим путем? Нити всякие? Нет. Нет. Хорошо. Ну, последний вопрос. Вот, он интересный. К тебе идут гости, да? И вот они собираются к тебе и такие думают, что бы нам купить такое. Или вино, или свежие цветы, или какую-то хорошую книгу. Вот что они, насколько они тебя очень хорошо знают, это твоя подружка идет с мужем. Вот что они тебе купят? Что они выбрали? Ну, стандартный пакет в Испании – это вино. Поэтому тут даже сложно что-то обсуждать. То есть вино без вариантов? Книги не выйдет? У меня есть одна подруга, кстати, которая занимается, ой, любит читать. И она мне дарит книги. И вот Машенька – это просто лучик света в этом плане. Она здесь живет, рядышком в соседнем городе. И поэтому я хочу сказать, просто мало людей, которые здесь будут интересоваться книгами. Испания – это не та страна. А что бы ты сама выбрала? Вот свежие цветы, книги или алкоголь? Ну, в подарок. Что бы ты сама выбрала? Смогла выбрать? Честно скажу – алкоголь. Потому что книгу, если мне подарят ту, которая мне не нравится, то я предпочитаю, так скажем, ну, мне жаль. Это очень дорого здесь. Ну, зачем? Смысл? Вот, понимаешь, это нужно знать человека, что он хочет. Мне нравится. Ты правильно отвечаешь. Вот я хотела такие честные ответы. А я бы выбрала еще алкоголь плюс цветы, что мне бы. Ну, цветы я бы предпочла в горшках, скажу честно. Вот, наверное, я единственная, которая любит, потому что у меня есть часть, как бы, сада, да, куда я не могу посадить в землю особо цветы, потому что я никогда не думала, что в Испании нет земли. То есть для меня это было открытие, потому что я всегда думала, что земля цвета черного, и она как масло, что там нет никаких кирпичей. И когда я в детстве читала не мифы, а как-то мифология, да, всякие такие легенды, мифы Африки. Истории. Да. И что там брал мотыгу и шел в поле. Думаю, блин, ну зачем мотыга, чтобы что-то посадить? Потому что долбать здесь землю надо, вот киркой реально, чтобы сюда что-то... Это правда, я мучаюсь. Привет, Натусенька, привет. Очень приятно, что меня смотрят из Киева. Очень приятно. У нас тут очень много людей. У нас тут Америка, Дина, привет. У Дина есть твоя группа тоже на Facebook. Очень большая, кстати, группа. Там очень много девочек. Четыре тысячи, по-моему, человек. Вообще, я подарки люблю практичные. Я вот человек-практик. Вот не знаю. Я вот просто вот так вот... Для меня сложно понять, потому что я человек, вот, наверное, очень приземленный, не фантазерка. Так, девочки, последний шанс. У кого есть... У вас есть возможность сейчас задать любой вопрос, самый каверзный, который вы всю жизнь боялись задать нашему косметологу. И потом мы заканчиваем эфир, потому что мы уже давно все рамки перешли, да. Мы захотели час, уже полтора часа с вами общались. Ну, мы прыгали туда-сюда, поэтому, да, тут сложно. Ну, давайте. Мы перепрыгивали, ну, потому что сейчас у нас перегрузка идет в Инстаграм очень сильная. А на какой вопрос, Ирина? Я просто, может быть, сама пропустила, не увидела. Какой вопрос? Ирина спрашивала, сейчас читала. А не про крем или там было? От солнца кремы или марку? Или что самой сделала? Хорошо. По поводу вот масел и дома, заходи в клуб эстетики на фейсбуке, и у меня там есть рецепты, которые я выкладываю периодически у себя на страничке натуральные. Вот. А что касается солнцезащиты, то есть натуральная косметика, минеральная. Она, да, и от солнца очень неплохо вот эти физические фильтры помогают. Они отражают. И поэтому, возможно, это будет одно из помощи тем, кто не любит пользоваться вот такой химической, скажем так, защитой. Все будет еще у нас в клубе. загружено, да. Клуб стильный хищник. Заходите туда на фейсбук и задавайте девушкам вопросы, если у вас появится дополнительный вопрос. Если вы посмотрите вверх записи, то на все мы ответим. Вот. Спасибо огромное. И до скорых встреч. Надеюсь, что мы еще... Потому что вот благодаря тебе, благодаря тебе мы смогли здесь встретиться и высказать свои мысли, которые ты, так скажем, нас направила своими вопросами. Поэтому я считаю, что ты, как журналист, прекрасно справилась со своей задачей. Поэтому... Ой, спасибо. Тут произошло такое, когда мы с Ириной разговаривали, сейчас расскажу, что произошло. Бэкстейдж, да? У меня здесь ветер был, потому что открыт, веранда открыта, два окна. Покажу, чтобы вы понимали, что... все серьезно с этого положения. Хорошо, что я приготовила водички. Осталось хотя бы водички. Спасибо вам, девочки. До встречи. И буду очень-очень рада всех видеть в клубе «Сильный хищник», который находится на Facebook. А этот эфир я постараюсь загрузить на YouTube-канал, который называется «Прекреты стиля». Это женский канал и также «Женский клуб для женщин 40+. Но там у нас только хищники, только эти девочки, которые прекрасны и гармоничны внутри и снаружи. Поэтому заходите, присоединяйтесь с нами и будем общаться. Всем пока!